Наринмар уверенно держит пальму первенства среди городов мира по количеству написанных о нем песен. Песенная копилка столицы Нао пополнилась еще одним музыкальным признанием в любви и уже успела завоевать популярность. Более 5000 просмотров в сети интернет и сотни комментариев со всей страны. В чем успех такой популярности у автора песни Павла Поздеева узнала наш корреспондент Любовь Пермякова. Слова этой песни ее автор Павел Поздеев написал в 2011 году. Написал и убрал в стол. В сентябре 2015 он впервые представил ее публике, выступив на Дне города. В конце сентября Павлу пришло приглашение от Росмолодежи поучаствовать в конкурсе «Я люблю тебя, Россия». Музыкант-любитель решил, что именно эта песня должна стать участницей конкурса и обратился к ребятам из команды «Артнау» для того, чтобы снять клип. У нас была уже, ну, голове-то план был у нас такой примерно, потому что у нас уже были наработки, в общем-то. Именно вот очень удачно совпало Пашина песня и наши наработки. Профессионалы видеомонтажа Юрий Артеев, Сергей Ладыкин, Александр Кожевников и Алексей Орлов смогли показать красивейшие панорамы Наринмара и Печор за три минуты. Именно столько длится клип. А работа над ним велась буквально сутками. А днем и ночью, тут в пять утра выходили уже никакие. Домой ехали, отсыпались. Ну, как отсыпались? На следующий день работать, еще целый день. Потом снова на студию уезжали. И так вот в течение двух недель вот такое движение у нас было. Поздняя осень в Наринмаре без ярких красок. Чтобы клип заиграл и показал всю красоту нашего города, приходилось идти на различные уловки. Все листья упали, картинки никакой. И начинаешь искать эти планы. Рисовать, рисовать. Рисовать. Мы вот с Юрой проходили много времени, чтобы найти определенные планы. Именно настроена была аппаратура и действия команды. В общем-то, да. Когда у нас Александр бежал с фонарем, освещал Пашу. Да, это уже по улице. Как она? Возле военкомата здесь. Возле военкомата улицы. Оленные. Очень хорошо Алексей у нас работал водителем тогда. Чтобы получилось все это плавно и здорово. Также свет устраивался за счет машин. Да, где-то подсветили прямо фарами. Здесь снимали. Потом снимали на том участке и на лестнице культурно-делового центра. Тяжело было с актерской точки зрения? Конечно, было тяжело. Тем более первый раз. Здесь мы сделали, наверное, проходок 20, если не больше. Только пока сняли ноги. Потом сняли уже крупный план, как я пою. И вот они двигались, получается, у них аппаратура там. И брали еще дополнительную тележку для того, чтобы прокатиться, чтобы эффект был. Для того, чтобы выстроить правильный эффектный план, режиссеры и видеооператоры в одном лице сами выступали в роли актеров. И вот у ребят получилось это сделать. Вообще с разных ракурсов. Это вообще прошлый год. Прошлые годы. Это, эту идею видел Санька. С помощью его мы сняли вот здесь крупный новый готов. Если бы не Санька, мы бы, наверное, были приятны. Это же ты первый здесь подснял. Они стали сами снимать возле детского сада, да? Семицветик. Прибегают сюда, показывают. И там вместо меня в кадре идет Саша. Он и шел. Вы снимали проезд. Проверяли, да, как будет кадр. Он даже прыгал. Он даже прыгал от радости и напевал мою песню «Ренмар. Мое горо детство». А столько ему она им нравилась? Да. Так что она, я думаю, у меня на свадьбе будет играть. Первым клип увидели посетители социальных сетей. В интернете его посмотрели более 5000 человек, многие из которых жители других регионов. Письма, по словам автора клипа, приходят с Ленинградской, Московской, Кировской и других областей. Даже написала женщина, сейчас не помню, как ее зовут. Она уехала в 1973 году отсюда, оказывается. И вот огромную уже сколько, 40, с лишним лет ее не было здесь. И она видела на Ленинград вообще в новом облике. И она была, конечно, в восторге. Позади у Павла Поздеева и его команды остался творческий процесс. А впереди оценка жюри на конкурсе всероссийского масштаба. Но как бы ни оценила именитая жюри, народная оценка уже поставлена. Конечно, я люблю свою малую родину. Это моя родина. Я горжусь, что мне сумели сделать хорошую работу и показать ее на своих зрителей округа и города. То есть это круто. То есть люди увидели, жители, земляки. Вот я и передал эту любовь. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, телеканал «Север». Роман Делимарский, телеканал «Север».